Закрыто, закрыто. Я с ними больше не буду ехать. Почему? Потому что они так долго, они всех ждут. Я не понимаю, зачем. Ну, езжай сама тогда. Быстрее доездишь одна. Всем привет. Тут мама снимает. Тут не поместится. А, не поместится? Нет, не поместится. Не поместится? Нет, я думаю, потом буду... Нет, не поместится. Только так. У меня тут готовится омлет. Я же хлебушек серый нарезала. И еще я достану маслечко, сыр. У нас сейчас будет завтрак, обед. А вот колбасу дети любят с салями. И бабуля йогурт. Выросла трава. Пару дней дождик польет. Травка все уже. Давай пока. Ты одна? Да. Хорошо. Я сижу. Почти закончила уже монтировать. Сейчас буду выкладывать. Влог. Вот. Пожар. Давай, дай. Я сейчас Маргариту провожу. Хорошо, придешь. Маргарита в школу собирается. Взяла без разрешения Ксюшу на футболку. Если Ксюша увидит тебя в школе, она же может тебя увидеть? Она может тебя в школе увидеть? Я закрутила, вроде, потрогай. Сколько смогла. Вроде не так сильно шевелится. Нормально? Смотри, он всегда падает. Ну что, влог загрузилась. Я сижу, читаю комментарии. Кто у нас тут старенький, кто новенький. Очень много, конечно, стареньких. Кто-то и по 5, и по 6 лет. Очень приятно, что вы с нами до сих пор. Столько лет. Все про нас знаете. С самого начала с нами. Комментарий тут один мне понравился. Спрашивают. Кстати, давно уже хотела спросить, а вы еще себе ребеночка не хотите? Этот вопрос нам часто задают. Меня даже девчонки недавно спросили. Мы смотрели фотографии, ставили видео, где Каралина с Максом еще маленькие. Макс пришел, перебил меня. Каралина дома, там на батуте. Иди к ней, если хочешь. Максу уже 8 лет будет. Пауза довольно-таки уже большая. Поэтому возвращаться к этому всему, снова кормить. Это кормление, памперсы, бессонные ночи, зубки. И почему-то не хочется возвращаться опять. Потому что детки уже большие. Я уже это все пережила. Я уже это все подзабыла. Возвращаться к этому не хочется, если честно. Мне кажется, я уже свою миссию выполнила. Если не перевыполнила. Ну вот у меня уже все школьники. Уже ходят все в школу. Они такие большие. Я уже чувствую себя более свободной. Так вот я представляю, если появится еще один маленький. Да и вообще у нас много некоторых таких моментов. Например, у нас уже 7 человек в квартире. Ну, места нет. У нас в машине места нет, получается. У нас 7 местная машина, у нас уже 7. Хочется, знаете, появляется где-то такая вот. Появляется иногда желание, мысль. Вот так вот подумаю, представлю, вспомню. А потом думаю, нет. Родила я первый раз в 20 лет. Считайте, с 20 лет. Я уже мама. Сейчас я начинаю уже чувствовать свободу. Я не хочу лишаться ее. Хочется, наверное, уже пожить для себя. Куда-то ездить, путешествовать. Хочется иногда, так знаете, понянчиться. Потискать, посидеть, поиграть. Но на каждый день нет, не хочется. Я уже привыкла к свободе, можно так сказать. Не совсем, конечно, свободно, но все равно. Мне так нравится. Мне уже 34 года, и мне кажется, уже немножко нужно начать для себя. Меня, например, не пугает беременность. Меня не пугают роды, потому что все 4 беременности я проходила вообще замечательно, легко. Ну, последняя беременность с Максом немножко так тяжеловая. Потому что, во-первых, разница была маленькая совсем. На месяце пятом беременности я уже все, я уже не могла не ходить. У меня все болело, у меня мышцы болели. Вот именно последняя беременность, да, немножко как бы такая тяжеловатая была. Но все остальные все было замечательно. Без каких-то там осложнений. Сами роды у меня тоже легкие. У меня очень быстрые роды. Поэтому меня эти моменты особо не пугают. Я не сильно поправлялась. Максимум, наверное, на килограмм 15. И я очень быстро сбрасывала, потому что я кормила грудью. И в этот момент кормления я сбрасывала килограммы. Не знаю почему, каким образом я не поправлялась. Я, наоборот, худела. Очень сильно худела. С Каролиной, с Максом роды были очень быстрые. Я еле как успевала доезжать до больницы. Больница не очень далеко. У меня схватки начинались дома. И пока я доеду до больницы, все, там уже как бы весь процесс идет. И в этом плане, конечно, мне повезло. У меня очень легко все проходило. Каролина сидит, наши влоги смотрит, когда мы ездили в Европа-парк. Еще раз поедем, конечно. Там можно покупать годовой билет на целый год. Платишь и можешь туда ездить, не знаю, хоть каждую неделю. Мы в этот раз, сейчас вот у девчонок будут каникулы осенние. Мы поедем в бассейн, Рулантика называется. Где Европа-парк, от Европа-парк построили бассейн. Очень большой аквапарк. И мы там еще не были ни разу. Он очень огромный. Он там же находится только перед Европа-парком, да? Мам, я тоже ходу? Нет, мы только пойдем, ты дома останешься. А там так же, там и в Европа-парк стоит? Нет, там немножечко подешевле. А в Европа-парк, ну не знаю, хотя бы раз в год можно ездить. А когда пойдем? Ксюш, ты только ее не ругай. Конечно. Сейчас Ксюша, она летит, как коршун. Маргарита уже поняла, сейчас она будет получать. Чему ты ему на футболку надела? А, Маргарита? Да, она, конечно, у нее нету. Я постирала тебе футболки. Ну, захотела она надеть один раз. А почему он не спросил? Ну, потому что тебя не было. А почему она раньше спросила? Ну, она не знала. Она решила, что она наденет. Раньше она не знала. Ну что, я сейчас вам покажу, как мы делаем уроки с Максом. Вот, например, у него задание. Видите, здесь нарисованы картинки. И он должен написать, что за слово, как называется. Он должен написать, не то, что написать, Вот такие вот у него есть лица. Нужно каждое вырезать. И из них составить слово. Видите? Например, я уже знаю, что это А. Это тоже. Вот эти вот три. Это А. Это какое? С. Да, буква С. Это буква У. Видите, губки трубочкой. Это буква У. Вот эти три буквы. Это Л. Вот это М. Это буква М. Эти вот две. И это Э. Он должен вырезать и потом приклеить каждую букву, которая подходит сюда. Видите? Таким образом они учатся читать правильно. Вот по вот этим звукам. По мимике. Я уже выучила столько. Столько делала домашних заданий. Так, давай вырезай аккуратненько только, ладно? Вот, и так, вот у него математика он сейчас сделал. Должен был посмотреть на картинку и найти этот пример. Например, вот два слоника плюс еще два слоника будет четыре. Значит, вот этот пример. Два плюс два будет четыре. И вот каждый он должен был, в каждой картинке должен был найти правильный пример. Вот мы сделали. Это вот первый класс так занимается. Кстати, очень удобно по этой мимике. Они сразу читают правильно. Правильно произносят и правильно соединяют буквы между собой. Давай, ты сначала вырежешь, а потом... Макс, давай ты сначала вырежешь, а потом мы будем клеить, ладно? Вот это что за слово? Это что за слово? Ну как ты не знаешь? Это не И. А это? А это? Это Эзель. Да, а это? Это Лама. Правда? Так, и вот эта тетрадочка Каролины. Вот так вот они учили звуки. Вот тоже наклеивали. Наклеивали линчика с буквой. И вот потом делали вот такое вот интересное. Приклеивали зернышки. Это буква О. Вот это буква О. Вот так вот выглядит буква С. И они уже изначально правильно произносят. Буква Р. Вот так вот язычок. Это буква Б. Сначала закрытый, потом приоткрывается. И звук как бы из носа выходит. Вот. Ну в общем, как-то так. Звук из носа идет. Ну в общем, так вот мы учим буковки. Бабуле сегодня делаем ногти. Отросли уже. И сделаем овальную форму. Делаем новые гель-лаки. Новая фирма попробовать. Вот этот вот гель-лак. Он меняет цвет в цветный. Голубой, белый. И вот такой фиолетовый-голубой. Соорудила себе подставку из коробки. Нужно мне купить одну. Либо вытяжку. Думала вытяжку купить. Пыли не мешать. Все, закончили. У меня батарейка села, так что не все засняла. Не передает цвет камеры. Вообще очень красиво красный цвет. Зубы чистим спать? Да, время уже. А, время уже. Сколько мы? Во сколько мы начали? Я не знала, во сколько мы начали. В общем, уже почти 9. Около двух часов делали. Завтра дождь. На автобусе пойдите. Нет, нет дождя? Так, ладно, все. Мне теперь нужно здесь все убирать. Когда я себе сделаю, не знаю. У меня уже тоже вон все отросло. Уже тоже нужно делать. Вот, еще поближе покажу. Вот такие вот у меня еще цвета. Доли. Вот как у меня на ногте сейчас, по-моему. Или у меня вот этот на ногте. Вот карнавал, по-моему, сейчас у меня на ногтях. Это вот розовый. Фокус, ё-моё, ты где? Фиолетовый. Это синий. Что-то фокус уходит куда-то. Я покупаю в Германии, заказываю через интернет. Нашла. Решила попробовать новую марку. Это матовый топ. Это... Макс, подожди. Это тоже матовый топ, но он, видите, с такими черными непонятными штучками. В общем, вот как у меня здесь на ногте. Все, готовы? Укладываемся. Носочки снимай, Макс. Все, спать. Лена вставать завтра. Завтра спорт? Завтра? Не знаю. Мама, у меня уже было. Сегодня был спорт, завтра нету. Уйди для жизни. Выпил водичку? Хоть чуть-чуть. Выпил водичку хоть чуть-чуть. Это уже новое, я вчера поменяла. Еще раз налей витаминки, значит. Витаминки, водичку добавляю. Так, ладно. Он еще спит, не вышел. Это пять капелек. Добавь. Пять. Да. Бонни, сейчас пойдем с тобой гулять. Я ее ошейник искала вчера целый день. Вот он. Вот он твой ошейник. Смотри. Афилька ждет еду, как всегда. Пусто у него, у Бонни тоже пусто. Не густо у вас, не густо. Пока-пока. До следующего влога. Всем пока.